Моя Родина в Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь Как невеста, так и ягодыка Моя Родина в Сибири необъятно велика Поехали Значит, что получается Будет пару хороших советов Надеюсь, кому-то и здоровье поправит Вот Знаете, мою любимую рубрику Сейчас я открываю новую книгу, начал Она очень непопулярная получается Просмотров мало Но зато те, кто посмотрит У них много станет, меньше проблем И не пугайтесь, я не про моржевание А то сейчас скажут Ну вот, завел одну песню Ныряй, будешь здоров Кое-кто ныряет, а вынырнуть уже не может Так поэтому это отдельная тема Здесь говорить мы не будем Будет отдельная аудиокнига А в ней 50 или 100 советов Идем дальше Уже казалось бы Ну куда дальше-то Мы на трех Вебинарах подряд Я перестарался И сказал Прислушаюсь вашему совету А то я все дергаюсь туда-сюда А тут, пожалуйста, целая тема Начали тема Посадка семян Ну, поращивание, посадка семян Потом посадка саженцев Это все требует особого внимания Потом и то, и то, и то, и то Три вебинара позади Наконец получаю письмо Ну вот А мне нужно, чтобы у меня не было Оппоненты, чтобы были Но в конце концов Чтобы мы пришли к какому-то мнению Единому Итак Письмо Это комментарий Добрый день И немного о наболевшем Посадка на холмы Как показывает практика Не везде хорошо Я так посадил В итоге Под каждым холмом Машины норы Соответственно Корни сгрызены Второе лето Сильно нагревается летом А, второе, второе Не лето А просто второе Очень Вторая проблема Нагревается летом Ну что мне делать А дело в том Что мы с вами Еще только половину Прошли вот этого И тогда я решил продолжать И в уме держать Вот это самое письмо И по ходу И с ним разобраться Вот Давайте Как я начал Я начал вначале Давай вот здесь расскажу Ну вот посмотрите О каких мышах Может идти речь Мыши грызут деревья Есть такое Это не я призвал Первые пять лет Наверное Слабенькие деревья Могут и 10 лет грызть То есть по зубам Наверное Мощные деревья Которые быстро растут Может быть даже На третьем Четвертом году Прекращают грызть Уже не по зубам Ну дерево Я его почему использую Всегда Это тот самый Абрикос Патриарх 40 лет 40 лет Если бы я его посадил По стандартному Как учат садить И сейчас учат И до сих пор учат И в 23-24 году учат И оба не было в живых А если бы не было в живых Оно бы По запрошему году Не дало 40 ведер Вот цена этих самых Ошибочных Советов 40 ведер 40 ведер Вот поставьте Вряд 40 ведер Можете представить Что дает одно дерево А сколько еще осталось Под ним Вот поэтому Давайте так Мы же Явление временное На пятом Шестом году Жрать прекращают Не по зубам Караули другая Вот И вопрос Как эти пять лет Спасаться от мышей Другой вопрос Есть возможность Спасаться от мышей У меня уже много лет Мышей не А когда-то на острове Пока был жопсан Они у меня съели 200 непривитых груш И 200 привитых груш Вот представьте себе А я начинал уже У меня не хватало денег Кормить Сто оружие Кормить собак Вот И я тогда Начал уже В те годы Еще в том веке Я уже начал Перерабатывать Приторговывать Представляете Остров Слух пошел На моторках Подъезжали Покупали санженцы Так вот Этой части У меня Именно груши А это была Моя гордость Я 40 сантов Как раздобыл С Украины 40 сантов Это была Моя гордость А они это все съели До последнего Вот Значит Проблема есть Есть До тех пор То нет Значит Можно с ними бороться Правильно Кошелек И В сангл Идем в станцию А дальше Как я учил То есть Это проблема Временная А те Которые У вас Сожрали корни Куда вы Смотрели Вот Понятно Там под снегом Что угодно Могут творить Ну Что делать Потом 40 везер С куста Поняли Один пример Дальше идет Про перегрев Вторая была Перегревается Холмой Внимание Это мой Классический Фотография Для учебников У меня есть Просто фотографии Они тоже Учебные Но это Суперучебные Подскажите Пожалуйста Пологий холм Заросший Как он мог Перегреться Единственное Что На нем Раньше сходит На несколько дней Раньше сходит Снег А в основном Все тоже О перегреве Речи Значит С чего Начинаем Он тебе Показывал Рядом Стоит Дама Телевидение За ее спиной Снимает Посадку Холм Уже Заранее Сделан Показывается Не хочу Неудобно Скажите Надоел Вот Ямка Выкропана Ровно Под ком Земли Которую Я держу Санис А сам Холм Уже Толстым слоем Дерна Закрыт Видели Ну вот Весь перегрев То есть Оказывается Можно Эти крайности Убрать Но это Не все Значит То же самое Первую часть Посвещаем Посадка Семян На холм На холм Вот Не согласны Не согласны Вы Посмотрите С космоса Или Настоящая Жизнь И я Пишу Так Это Сложнейший Природно Хозяйственный Комплекс И дальше Я пошел Насос Я сам удивился Я-то знаю Что Да Я Сто раз Вам говорю Не отрезайте Листья Каждый лист Это Фотосидес Это Создание Сахара Глюкозы Она там Посчитала Или не она Посчитала У меня тоже есть Учителя Есть Ученые Кто занимался Там Дикая цифра Сколько Сахара На планете На одного Чека Производится Вот Там Сон Титон Сахар Сахар Ну Конечно Не такой Не кусковой А Сахар В это В растворе Вот Это Есть Жизнь То есть Глюкоза В основе Всего Лежит А тут Режь 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 Одну Треть Или половину Объектных Отрезали Даже Не думаешь Что Отрезали По Половину Это Протосинтеза И уже Дерево Никогда Не будет Полноценным Потому что Скелетных Нижних Веток Тят Оно Не будет Кормить Эту Подземную Живность Это Одно Целое И самое Главное Знаете Что Я потом На деле Филь Снимаю Если Я буду Подробно Говорить Я могу Сейчас Начать Окончить Через 20 часов Я такой Выносливый Вы же Не дослушаете 20 часов А там У нее Второе Было Она Совершенно Забыла Самое Она забыла Подробно Все Роль листьев Что лист Это Насос Вот А почему Я вдруг Сейчас Решил А у меня Это Давно лежит Ее Урок Статья А и почему Я до сих пор Не использовал Я ждал Подконечего Случа Случай Наступил Испания Трагедия Невероятнейшая Если говорить О людях Больше 200 Утонуло Несколько Сотен Найти Не Могут Ну Догадуйтесь Почему Найти Не Могут Уже Не Найдут Никогда Скорее Всего Вот Значит Сотни Тысяч Машин Уплыло Ну То Есть Потеря Огромная И Материальная И Финансовая Гигантские Площади Народно Хозяйственная Видите Как я Написал Дерево Сложнейшее На Природных Колес А то Что Люди Создали На данный момент Все это Сейчас На гигантских Территориях На сотнях Тысяч Гектаров В Испании Все это Уничтожено Оно не просто Там Вода Залила Постояла И ушла Это Горные реки Шли Не только По улицам Но и По всем этим Все Разрушено Мосты Все 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 Вся Структура Вот это Кто-то из вас Сюда догадался К чему это Говорит А к тому Что если взять Сейчас Я этого не могу Сделать Не догадался А может быть С космоса Сфотографировать Испанию Наверняка Она тысячу лет Назад Уже Пахали землю Да Уже Что-то Раскорчевано Что-то Пахали И сейчас Сколько Осталось Деревь А А это значит Что отсутствующие деревья Не смогли Выкачать Из почвы С помощью листьев Не смогли Выкачать Влагу лишнюю И когда Пошли дожди Вся влага Поплыла Почва Пересыщена Что не так Скажете А вспоминаем Нашу Эту самую Иркутскую область Да Когда был город Тоже Сто с лишним Трупом Никого Это не научило Когда Когда эти Самые Миллионами Выпиливали лес И Там За бесценной Гнали в Китай То же самое было Никто не помнит А кто-то Уже не вспомнит На свете нет Вот это я хотел сказать Насос И это я почему сказал Каждый из нас Если бы Начать со школы Я еще про это Буду отдельно Снимать Снимать Уже должен Это знать Вот она Учительница Упустила этот момент Прежде всего Это насос Сейчас Если бы поставить Задачу Не каждый По дереву Посадил А Садить 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 Занять Все площади Какие Есть Вот Китай Да Там Чтобы остановить Наступление пустыни Там Эти самые Тысячи гектар Садят 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 А у нас Что Ждем Когда У нас Пройдется Вот этот момент А теперь Смотрите Теперь Смотрите Дальше Пойдет Нормальный Разговор Так А я Сейчас Иду Сюда Вы поняли Да Имею я право Продолжать Вот И не просто Продолжать А гордиться Что я для чего-то Нужен Оказывается Так Мы остановились Вот здесь Сейчас Я напомню А Вот это Вы проработали Вот Эту Посадку На холм Вот здесь Мы остановились Ну Жиденько Зашло Спасибо Даже Это Уже Успех Вот Присладая Фотография Это Довольно Странное Явление Знаете Почему Зачем Мне Прислали Вот Я Вот Так Сажу На дерево Само Верху Видите Огромные Раны Вот это Белое Пятно Вот Это Дерево Больное Понятно Вот такая Рана Просто Ее хуже Видно Так Вот И Для чего Я это Говорю Я это Говорю Вот смотрите Еще Рано Еще Рано Вот Ее Место Вот Я всегда Я придираюсь Извините Вот человек Присыл фотографию И может быть Думал Что я похвалю У меня Не бывает Случайных фотографий Вот скажите Вспоминаем Для чего Нужна Побелка Покраска Понятно Она уничтожает Дерево Покраска То есть Побелку Известью Заменили На покраску И все И дерево Уничтожено Вот С небольшим Этим Самым С небольшим Временным Промежутком Она будет Уничтожена Вот А им же Продать краски Надо И они Подставляют Миллионы людей А здесь Я не знаю Возможно Она ведь Поблупилась Возможно Это все таки Побелка Допустим Побелка Объясняю Смысл Побелки А я Отклинился Почему Я перешел На обрезку А чтобы Не пропустить Такой интересный Снимок Человек Ждал от меня Добро Потому что Он умудрился И вроде бы Ямки почти Нету И все таки Вода не Растекается Он считает Что он Еще и дальше Решил А я Не могу Не пройти Мимо Именно Обрезки Итак Зачем Человек Белил Если брать Не его А его Учителей Их много Их тысячи То Побелка Производится Для того Чтобы не было А Солнечных ожогов Б Морозобоев Ну а дальше Теория идет Ранняя весна Перепад Лето на зиму Зима на лето Плюс на минус Минус на плюс Лопается кора Часто не знают Что кора лопается По естественным причинам Дерево растет И когда оно растет Кора по неволе лопается И на это нужно Просто не обращать Внимание А им то Этим По белочникам По красочкам Нужно продать вам Поэтому С одной стороны Получается Человек Искалечил Дерево Это свежее Вы видите Что это свежие Эти раны Видите Раны свежие Зачем Он белил Если все таки Получается Пошу прощения Слушай Слушай Дочка Так И у меня сейчас Самый разгар Вебинара Мне даже Переваться не возрожно Тебе прям Всю минуту надо Ладно Я попрошу У людей Прочинясь На минуту Так Это одна Из моих Опекаемых Девочек Знаете почему Постучал 16 лет Забеременела 17 родила Так Сейчас Ей Она меня Знаете Как припирает Всегда А я отказываться Не умею А я уже На кассе Я на собой Смеюсь Кто-то Бубльска Покрутил Вот Так Сейчас я Отправлю Когда Ребенок Сама Ребенок Говорит Что Нету Денег На Молочные Смеси Вот Попробуй Откажи А сейчас Еще На зиму Нечего Одеть Нечего Будь Самой Вот так И живем Нечего Нечего готова так поехали извините тема очень злободневная смотрите зачем белить если ты уже ран понаделал или если ты берешь чтобы спастись от ран какое ты имеешь право калечить дерево отвечал обрезка на кольцо вот это вот пришло в разряд тупой совершенно необъяснимой работы не имеющий смысла и калечить дерево и побелка дерево колечен и яйца я не мог пройти но вот не могу ли все хотя речь идет о чем правильно посадки деревьев и так мне это все не нравится посадка давайте смотреть какая она должна быть вот это была посадка саженца вот здесь у меня уникальный случай да когда-то посадил тысячу косточек вот потом значит все я не использовал потому что куда мне столько было я делал так часть оставлял часть пересаживал и в конце концов у меня получился вот на этом кусочке сада вот такой момент значит я а дай думаю посмотрю что будет я же редко помните сколько говорил на культурный английский косточек не выращиваю пару раз вырастил но это случайно почти а это тот же самый мальжурский абрикос и вот и когда парочку оставил я начал за ними следить знаете куда мне стресска заела вот это и где их этих были пересажены отстали и будучи пересаженным отстали от них раз были привиты еще отстали после разницы между лимами и правыми а теперь я смотрю на эти два а интересно один зацвел второй не зацвел кто его опылил я переживал что тогда они друг друга опылить не смогут и я останусь без урожая а мне не то что они были очень нужны я в те годы не еще даже и косиками не торговал вот интересный момент был что получилось они опыт начали хорошо очень хорошо опыляться вон там на горизонте видите беленькая на зеленом фоне возможно этот попылитель возможно все-таки я потом догадался когда мне таких случаев прибавилось заметьте опять не по теме я тогда предположил следующее наверное надо чтобы пыльца вот за тоже левый все равно засветет вот этот панике помните их близнецами называл те годы вот тот близнец который слева козы все равно засветет через пару дней и тогда я догадался почему нужны разные деревья в качестве супруга и тогда я сообразил это только один пример а наблюдение то у меня сотни и получалось следующее я сообразил что пестик на одном дереве начиная созрел и принимает пыльцу от другого дерева то есть они должны цвести немножко в разное время вот вот это я сообразил и что потом да вот сейчас покажу но у меня все время отвлекать я про посадку должен говорить а причем туда пыль или нет а не получается смотрите видите вот все все тоже это брошюра не подумайте что я вам ее навязываю за 100 рублей значит четыре штуки то всего 200 не навязывают даже не думайте покупать смотрите поворачиваю сюда вот они вот это дерево которое вот здесь на карте на картинке справа вот которая вообще все белое вот через пару лет она даст вот такие плоды у меня есть фотографии уже с плодами и вот это вот фотография как раз делался их фотографии я сделал вот эту фотографию красота а сам интересный бог потом ой и по теме говорю если левая просто получился желтый абрикос плоды понятно 15-20 грамм не очень вкусно а правый он во-первых на сервер был желтый а следующий год красный ярко красный помните как он украшает мой каталог и сейчас украшает а еще годом спустя он стал желтый даже слабо желтый и самый вкусный всех только один год он был лидером по вкусу а потом он опять стал уже не красный а желтый но уже средний вкус вот что получается когда у меня таких вот набралось это мы с вами знакомы 7 лет сколько я например приводил а помните я пришел к мнению что действует прямая половая связь какого черта он каждый год меняется плоды до до неузнаваемости какого черта а прямая половая связи запрещена наукой она так и говорит что этого не может быть нет никаких прямых половых связей когда она пыли потомство вырастите вот потом все ну и будет ну как интересно то ты попробуй тут закончить эту тему с подсадкой не знаю мне интересно идем дальше так это конечно фотографии несколько лет вишня степаная есть у меня войлочная есть у меня вот и дальше что еще ассорти мальдурских абрикосов это значит когда ассорти это когда все подряд со всех собираются и не важно это 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 даже мне кажется это лучше чем с одного конкретного дерева вот мальдурские орехи понятно но в общем когда-то я сделал такой снимок когда-то и показываем его несколько лет назад это выглядело вот так просто было почем поговорить я тебе говорю чтобы покупали кости зачем они вам нужны и 40 лет из дерева когда ты с одной кости выросла с одной кости выросла да вот 40 лет она не привита у меня даже жирнель привита на Маджуэс там тоже 40 вот но это привитая а это не привитая одна кости и 40 лет а зачем оно нужно у меня еще мне их практически не покупают вот так а я смеюсь а девочек надо одевать и помогать этих растить этих самых что дурочка беременеть а потом дядю Валяру вручай так это это груша усвийская посмотрите когда я делал эту фотографию они уже были в таком виде самое главное вовремя купить когда приходит помните я показывал у меня есть специальные фотографии время начало это это самое была середина марта и время когда я делал фотографию в середине апреля два месяца и как раз они уже проклюнулись часть проклюнулись а эти еще месяц подъезжали и характерная картина конечно это все мусорные ведро поздно но сам факт что пожалуйста не говорите что у меня они это никуда не годно главное вовремя купить вот эту фотографию я сделал дайдая почему потому что я там был по своим делам вот а а соседи меня позвали говорят посмотрите пожалуйста просто незнакомые люди по соседству там сад и город почему она у меня мертвая я посмотрел сказал во первых это самое здесь наверняка какое-то углубление есть то есть наверняка знаете всегда когда не весна а земля промерзшая у нас всегда промерзает земля есть места где не промерзает целые регионы даже в сибири а у нас промерзает всегда в результате получается следующее ночью уже снег растаял стоит и корка льда днем она растаяла ночью она опять замерзла и так несколько раз и еще они умудрились знаете что сделать их научили капельный полив как они его придумали они понаделали вот тут у них идет ряд его плохо видно вот идет длинный длинный ряд саженцев они прокинули шланг дырочек дошлили включили насос и красота не надо как я дурочок с лейкой бывает бегаю я бегаю с лейкой это когда там это огород надо полить вот или сходы только вот сходы ну как не пойдешь не проснуться а здесь мы не усовершенствовали систему значит включил насос и поливается сколько а пока не надоест результат видели то есть и они при этом модели сгнается где еще склон хороший на слове вообще трудно загубить они смогли на джорске орех знаете чем он отличается например если вы помните я письмо цитировал у человека получил следующее следующее значит такие же орехи все так же это европейская россия то есть в европе вот чем мы хороши но оказалось что когда он их разбивает а мякоти вообще там нет а с виду цветы кожи а чем мне нравится именно мои орехи я не выбирал я все еще не проводил как бы соседам раздобыли один абрикос орех посадили его прям по этому по линии где у нас забор так вот и сыпется на его территорию половина половина на мою вот соседа уже давно нет продал а я до сих пор его вспоминаю с этим почему потому что пусть в этом орехе примерно в три раза меньше в мякоти чем в том самом который это самое называется грецкий но я готов разбить три ореха и все-таки наесться потому что когда я прочитал что манджурские орехи опасно есть вы понимаете а это в чем опасность в чем хороша когда начитанность позволяет опасность в том что он слишком много в нем лечебных свойств можно лечиться до того степени что отравиться то есть если вы купили у меня орехи вырастили пусть не скоро но дадут урожай никогда не замерзнут никогда то потом вы будете кушать эти орехи ваши дети и внуки это и еда ну пусть три места одного съешь а как я уже учил там на попа на эту самую на чурку ямку в чурке сделал на попа поставился вот ударил аккуратно расколол и получается что и еда и лекарство только надо себя ограничивать лекарство как любое змеи змеи на яд это и лекарство и яд и так много чего еще перебарщивать нельзя но это ценнейшая вещь я знаю что после этой моей трехминутной разговора ни один ни одного ореха не купят я уже проверял это касалось не только орехов это много чего касалось даже персиков вот они такие и очень даже приличное количество мякоти у них вот так это называется лоджия это каждый осень вот потом ко мне приходят гости приезжают я тут же раздаю снова в деревню снова перевожу но все что у меня чуть-чуть подгнивает все это уже в холодильнике в виде семян вот часть раздаю часть гнаю вот и получается что я виде вот эти вот прекрасные фрукты это не самая роскошная не самая ну груша понятно сладчайшая вот здесь же рядом вот я вижу внизу вот он сварок это не очень вкусная груша но это шикарнейший подвой яблочки эти мелкие это значит аленушка тоже их может быть с него и вообще мелочь вырастить если использовать аленушку в качестве самостоятельной культуры а может быть в уборости еще и крупнее быть рядом то с ней растет у меня что правильно вот три дерева мелба рядом и этот самый роскошный сорт слава мичуринская кто сказал что если у нее два супруга кто сказал что получим дикаря а я потом покажу это самую фотографию парочку от чернобаева то есть я даже у меня есть семечки именно это аленушки вот пожалуйста попробуйте что вырастет вот голову насечения даю если растить не одно дерево ну допустим из десяти мало взошло 35 внутри 5 дерево вырастите вас обязательно будут том числе и еще и крупнее этого никто законы мендере не отнимал есть папа есть мама еще как говорит мичурин если бабушка и дедушка вот так вот вот это вот мы же говорим о посадке я выделил потому что я считаю это какое-то предательство вот почему сотни тысяч просмотров заметьте как я снял подел фотографию с экрана почему чтобы вы не видели кто это вот когда-то один из моих друзей ну таких как бы назвать так заклятых друзей меня ругал по делу ругал когда дама калечила дерево калечила 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 она такая обаятельная прямо это сейчас бы влюбился несмотря на свои 74 года а потом а я высек буквально за то что она на наших глазах без всякого смысла отрезала ветки без то есть бессмысла то есть это даже не было понять объяснение вот начале она делала как не мать и шмурно вот это вот тут вот отрезать надо так чтобы не просто было рано на кольцо а с маленьким на пылочек а вот расскажет расскажет потом но это где руки доставали потом она взяла секатор вот такой знаете примерно двухметровый и на высоту от сельского роста плюс два метра какой там наплывчики и вот так объяснила причем все что она отрезала более что на совершенно смысла вот и вот тогда меня выругал товарищ не выругал но отругал правильно по делу такой симпатичный я буквально позорил я буквально ноги мне вытирал сейчас я делаю скромнее кто написал эту статью нету фамилии нету фотографии ее зато она пишет абрикосовые деревья большие я посадил их за двором чтобы не занимать место молодец за двором всегда надо садить они несут защитную функцию от ветров ну умница я живу с края у нас часто дует сильный восточный ветер кстати где бы я ни жил я никогда не знаю только восточный ветер западная до северная да на мой взгляд а на дальнем востоке вот там на стрелу наверное она на дальнем востоке так и для фруктов то есть и защищает от ветра и фрукты дает плоды получаются разным по размеру форме цвету вкус тоже разный косточку беру от таких же дичек от сатерик абрикосов не пробовал то есть дальше косточки подсушиваем в сентябре высеваем в лунки пам 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 на свадьбах на похоронах 20 сантиметров глубины пока она рекордсменка помните как я возмущался когда одна из ведущих наших абрикосоводов абрикосоведов из московского ботанического сада ученый человек стояла насмерть в лунке 5-6 сантиметров а я за это ругал ну как по-своему журил а потом значит один из крупнейших уже царство небесное про 10 сантиметров написал а это что 20 сантиметров на постоянное место вот так вот а если люди поверят этому а если мы их будут садить на 20 сантиметров ну что продолжаем тему так и так сильно крутое по бокам сильно пологое в центре и когда корни полезут разные стороны они будут беззащитны перед морозами согласитесь тоже самое а вот это вот 22 году сибирский садовод научил нас как садить в сибири персик ну как вам это клак помойка река клак нравится мне она не нравится как он на что он рассчитывает я вы понимаете наверное один такой в россии на планете я каждый год повторяю не просто повторяю этот же фотографию но уже год прошел фотографию год прошел фотографии ну покажи ты в двадцать третьем году что из него получилось а то печь как он процветает показал фильм снял 20 посмотрел или сто тысяч и доволен цельники заработал это знаете у меня есть такая банка она так стоит нетронутая знать почему и так лысенко значит академик лысенко президент академии наук лысенко вот он одно изобретение помните я недавно хвалил картошку как когда проблему вот с картошкой вот когда у нас загонят куда-нибудь тайгу вот потому что вы знаете уже чему мы идем с одной картофелиной можно вырастить может быть пять шесть кустов а садить глазками а это мусенко вот он все хорошо что он практик я не говорю что это политика занимался кого-то угробил угробил вавилова угробил вавилова ну здравый смысл и вот одно из его изобретений было такое на солнце прожаривать семена вот говорю про семена эти самые озимая там вот или не озимая там допустим может быть пшеницы касалось может быть не только пшеницы а я говорю а почему вот эти не прокаливать и поставить что получится я покалил на очень жарком солнце лежат банки так никто не соблазнился посмотреть разница не могу продать ни одного диска все просят бесплатно ну как бесплатно роскошка даете научить я тут же выслали 5-10 роликов а вот эти вот так и лежат 300 рублей и продать не удается ни один много месяцев это я как своим жалуюсь так как манджурский так это наверное саду савинич а она чё-то ела 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 а косточки ни одна не выбросила на этом саду савинич вот я угощал так клон фаина манджурско-королевско-академичный я так академичный в общем то я так вызвал фаина это значит память о девочке которая умирала и отказались делать операции на сердце вот привезли вас клуб положили в полицию и лежала платите а платить было нечем она ждала операции это было давно лет двадцать назад сколько я правда платите денег не было лежала и умерла а ей было 16 лет я вот память о ней вот я назвал вот этот клон фаина память о ней а у нее три этих тут играть и два не бывает витатина клонов не бывает два а у скажу шедевр был а вы запомните просто супа мне посуду на другие вы знаете ой надо как-то посмотреть фаина попади уже мое название раскручено пошло уже по этим по большим питомникам согласно фаина вы же там найдете вот так вот смотрите как косточки выглядят самые круглые косточки у фаина академик они не кажется тут крупная а когда держишь в руках они какие-то огромные и я специально показываю чтобы вы тоже чтобы не покупались потому что ни один продаю косточки кто-то дешевле продаст а что вырастет неизвестно так ну схожесть гарантирую гарантирую вот колновидные всходят сходят самое интересное но этого браковка это мы проходили а вот значит тут просто риски чем говорит сало как сало груши как груши они отличаются невероятно это предприятие самые мощенькие семена книга про сибирский сад вот она 415 я показал там статификация это целая книга 300 рублей но сами видите я даже забыл как каком месяце и каком году я последний раз продал такую книгу не помню странно да осень из чернобаева смотрите вот они яблочки я увеличил я сейчас не скажу какое он взял яблоко наверно крупноплодное наверно взял семечку прорастил вырастил дерево ну что можем мои семян получать полноценное или не можем даже вот смотришь на нее да и скажите это кислятина да у меня полный рост сильнее только потому что я смотрю вот они мои семена и все равно я все таки я настаиваю на том что это дело лично каждого готов выращивать семян значит запомните мои семена дикарями не будут никогда вот и все что написали вам помните эти выпуски с теми рядуки у железово смешанный сад и это самое он продает косточки так ну правда сказали что косточка у нас стоит 1000 рублей зачем это пакосты они сказали я не знаю но самое главное они цитату выдернули из 100 летней давности статьи или книги прям выдернули я же проверял набираешь в венокс и вон она только не этот самый не дождь вперед еще начало двадцатого века и тогда на ней так гордо написали в железово дички а значит это значит у меня обман и мошенничество я мошенник а вот это вот чернобаев а а если бы это не пример так что же такой еще пример нужен и вот эти вот отсталые 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 вы знаете недавно я разговаривался это не имеет прямого отношения к посадке вот еще один еще один раз будем говорить еще целый час но посудите сами я вам показал фильм ну может быть там 300 просмотров я не помню может даже 500 вот я стою возле двух молодых абрикосов им по пять лет привиты на манджурцы так вот они прекрасно эти самые я на нее на привал на одном получилось 7 привилок на другом 8 привилок все мертвые а когда я начал бирки смотреть там оказалось что по двое манджурцы привое дальневосточные а я то хотел разжиться новыми сортами мне нет нет пришли не присылайте мне уже здоровья нет сил нет я не дождусь я возможно никогда урожая не вижу нет присылает и европейцев привел 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 все мертвые тогда вижу тенденцию дальневосточные европейцы несовместимы я это подтвердил когда-то я это опроверг это была особая работа достойная если не ноблийская премия то государственное точно особая работа на слоене ментора использовал насыщение мирта ментора по мичурину добавил на слоя не мент а вот не с первого поколения 2 первая на 3 1 4 а с 1 2 2 на 3 так просто ведь чем гениально открытие тем она проще Так же как Попробуйте Земля круглая Или как там было Одного сожгли, а другому Прислось отказаться От того, что Земля вертится Представляете? А что там особенного? Земля вертится, все открытие И вот тогда Получилось следующее Значит Когда-то А то не восточные абрикосы Они, во-первых, отечественные А во-вторых Они еще и Морозостойкие Ну, я уж думал как Приморье, а потом, когда мне сказали Что там было и минус 50 А я считал как Приморье граница с этим самым С Китаем, Хабаровский край Тут по севернее вроде бы А тут-то незамерзающий океан То не может быть минус 50 А чуть-чуть, а если взять Сегатаринские горы А залезьте в горы Там же абрикос растет как кустарник Потому что он не может вырасти Растет как кустарником Вот И вот это все взять И вдруг Ведь не я же придумал-то Первый прервать там В манджурске абрикосы А хотелось-то иметь Шикарные эти Абрикосы с Италии, Испании Так нет С Египта А чем кончилось? Не годится А я тоже этого не знал Я железо понятия об этом не имел Первая попытка я рассказал 40 мертвых Вторая попытка Из 10 Два живых С них взял Получил 5 С этих 5 взял Родственники Еще И каждый раз По двое Чтобы были родственники С одного дерева Помните Патерха? И вот оно Пожалуйста Открытие мирового уровня Годятся манджурцы Но начинать каждый раз Сначала На одном дереве 7 мертвых На другом 8 И для смеха Именно Сливы Именно китайские Вот эти Именно Венгерки Прекрасно Абрикос На абрикосе Не прижился Слива на абрикосе Прижилась Ну что вы скажете? Это то же самое Что сказал Йош Связаясь сапожной щеткой Знаете что он сказал? Когда Йош Слез сапожной щеткой Он сказал Как сложен мир Вот я говорю Как сложен мир Извините Разговорился Уссурийская груша Такая же Такой жульник Единственный Подвой Который Я не приучал К роскошным грушам Сразу С первого поколения Абрикосами Шишек набил Вот Со сливами Шишек набил Особенно Без видера Слива на абрикос Абрикос на слива А эти Входят башни И редкий случай Когда влияет Подвой на привой Редчайший Слива на абрикос Слива на абрикос